Айрсофт или страйкбол, что связывает эти понятия? А то, что это название относительно молодой военно-тактической игры. До нашего города она добралась сравнительно недавно, но уже приобрела последователей, объединившихся и организовавших первый на юге края страйкбольный клуб «Ирбис». Мы хотим вообще под флагом «Ирбиса» сплотить все команды юга Красноярского края, Хакасии, проводить большие игры, суточные игры, открытия-закрытия. Возможно, в перспективе, конечно, очень хотелось бы пригласить команды и с Красноярска, ну, ближайшие. Существенное отличие страйкбола от других видов игр в том, что это игра на честность. А все потому, что в качестве патронов используются 6-миллиметровые пластиковые шарики. Не стоит забывать и о том, что игра имеет возрастное ограничение с 18 лет. А вот по половому признаку она не разграничивается. Все зависит от того, кому что нравится. Автоматчики, они в основном ходят в атаку. Ну, я как девушка, так скажем, меньше движений стараюсь делать, и более точная стрельба, поэтому я как-то к СВД. Особый интерес игры – это оружие. Со страйкбольными приводами спокойно по улице не походишь, так как они являются точными копиями настоящего боевого снаряжения. Так что, если захотите обзавестись собственным автоматом или винтовкой, следует посоветоваться с опытными людьми. Мы даже не знали, что такое страйкбол. Мы заказали приводы из США, просто увидели в интернете, заказали приводы в США. Пришло 4 привода, мы просто вчетвером бегали и играли. Узнали, что есть страйкболисты Ябакана, Черногорска. Ну и по чуть-чуть начали собираться, и наше количество увеличилось. В общем, лучше всяких слов, понять, нравится вам эта игра или нет, можно только попробовав поиграть самому. Тем более, что обратившись к страйкболистам клуба «Ирбис», вы можете сделать это в любое время. Продолжение следует...